Рассказы разные. Есть грустные, есть веселые, есть трагические. Это удивительный коктейль из литературы, театра, стендапа, капустника, приема психотерапевта и вечеринки. Беспринципные чтения от самого популярного писателя Рунета Александра Цыпкина собрали полный солд-аут. За Александром мы следим давно, честно, очень давно, наверное, порядка года. Да, хотелось познакомить Челябин с Александром Цыпкиным, потому что на данный момент это топовый писатель России. Его рассказы короткие, емкие, очень лаконичные, остроумные. Можно посмеяться, можно поплакать. И вот этот формат, когда выходит сам автор и читает собственные произведения, это вообще сильно подкупает, потому что он как бы о себе. Сам Александр признался, что свои выступления специально не готовит. Читает то, что в данный момент кажется актуальным. Программу я выбираю за 5 минут до выступления. Мне повезло, у меня рассказов хватит программ на 10, поэтому я вот думаю, что я буду сегодня читать. Сегодняшняя программа совпадет со вчерашней Ветеринбурге, потому что она хорошо зашла. Челябинская публика оказалась подготовленной. В зале было много преданных поклонников. Александр Цыпкин для меня это один из лучших современных писателей. Я обожаю читать его рассказы. Я даже сейчас бегала, искала его новую книгу, чтобы он мне ее подписал. Надеюсь, что он подпишет. Человек, если бы был мне интересным, он бы не собирал такие огромные залы. Столько народу просто так бы не приходили. Ко мне придет человек, который про меня что-то слышал. И на первом этапе чтения моих постов, рассказов или каких-то коротких вещей уже отбор произойдет. Ко мне придут люди с чувством юмора, с самоиронией и готовые к таким пограничным темам. Но если вы всей страной литрами пьете водку, а потом заедаете ее углем из шахты, чтобы она просто не действовала, Ты понимаешь, что вы отъехавшие? Все. Всей страной.